В 1990 году на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был провозглашен Международный День пожилых людей. Отмечают его во всем мире с 1991 года. В этот праздник входят мероприятия, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. В разных странах праздник называется по-своему, но объединяет их одно – забота о населении старшего возраста. 29 сентября в филиале Дома детского творчества состоялся концерт, посвященный Дню пожилого человека. Заместитель главы администрации города Рассказова Вера Соколова поздравила всех тех, кто отдал все силы, знания и свою молодость грядущим поколениям. Она вручила цветы, благодарственные письма и пожелала крепкого здоровья. По улице Куйбышева я проработала 30 лет. И до этого я была на Рязанской еще 10 лет. Что для вас значит День пожилого человека? Принимать ли поздравления от окружения? Ну, принимать в окружении, как вы. Мы уже дожили. Пожилым, конечно, всем здоровьем. На сцене выступили творческие коллективы города Рассказова. Прозвучали песни хора ветеранов, были и выступления маленьких жителей города. Пожилые люди, для которых и был показан концерт, смогли приятно провести время. Вы знаете, очень даже хорошо, очень детки мне понравились. Молодцы, задорно, хорошо подготовились. И хоры, я их знаю, всех помню, они всегда у нас выступали. Поэтому благодарю всем организаторам. Спасибо. Виновники торжества ушли домой не только с подарками, но и с хорошим настроением. Теплые отношения, забота и почтение для них это самый лучший подарок. Николай Теплов, Никита Желтов, Новости ТВ, Рассказова.